Благослови Царю Небесной, Утешителю Души истины, И живи с детской, И вся исполняй сокровище благих, И жизни подателю прииди всеми сябны, И очистены от всяких скверных, И спаси, блажь, души наша. Господь и Бог наш, Творец неба и земли, слава Тебе, что собрал Ты нас здесь у ног Твоих. Помоги, Господи, научиться через Слово Твое, чтобы она была жива и здесь в нашем сердце, в разуме, на устах наших. Дай на разумение Писания Твоих. Научи нас, Господи, чтобы мы здесь могли вникнуть в закон Твой совершенный, и в дальнейшем понести это Слово людям, сидящим в тме. Также самим исполни Твои святые заповеди, которые Ты заповедовал, чтобы был жив человек, чтобы он мог осветиться, прийти к совершенству в Царствие Твое Небесное. Прибудь рядом с нами. Удали себя, пусть в верную сердец, из разума, из уст нашей, дай нам принять Слово Твое обильно, чтобы без нас также потеки реки живой воды. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Четвертый. Четвертый, два у Матфея. Матфея, даже четвертый. Я прочитала. С первого университета, пожалуйста, начинаю. Матфея, четвертая голова, первый стиль. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Толкование. Сим учит нас, что после крещения особенно надо ожидать искушений. Отводится Духом Святым, ибо Он ничего не делал без Духа. Отводится же именно в пустыню, дабы показать нам, что дьявол искушает нас тогда, когда видит, что мы одни и без помощи других. Посему нам не должно оставаться без совета и полагаться только на себя. Дьявол называется так, то есть клеветником, потому что клеветал на Бога Адаму, когда сказал ему, Бог завидует вам, он и ныне клевещет на добродетель. Ну и основное тут я решил апелиться на слово искушение. Слово искушение. Это видим у Сераха, вторая голова, первый стих. Серах так говорит. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушениям. То есть и там перечисление идет в Сераха, вторая голова. Какие именно, как переносить это все. Ну и вот здесь говорит, что Сим учит нас, что после крещения, особенно надо надо ожидать искушений. Что оно так и было после крещения, были у каждого на свои дела. Я хотел еще как бы отметить, что именно от дьявола слово. Тут не написано, что от плохих людей, от злых разбойников, а именно от дьявола. Почему? Дьявол человек и убийца и лжица изначально. Евангелие Таана, 8 глава, 44 стих. И когда говорит он, может, говорит свое. И вот тут в конце говорится, что как он искушал дьявола и сказал людям, что Бог вам завидует. Такого прямо не сказано в Библии. А Ева поняла это. Хотя дьявол вот так вот и подходит. Это и есть искушение. Он подходит тонко очень. Особенно к духовным людям. Почему Господь идет искушаться дьяволом именно? Потому что он силен, очень был силен. И пошел, как все пророки. Пророки, не говорится, что где-то были искушаемы, допустим, Ахав или еще какие-то там, или Изавель искушаемы были. Нет. Искушаемый Илья был именно. Он был искушен. Почему? Потому что он с какого потока жил. И там и вороны, пришлось ему молиться, Господу, Что три с половиной года не было дождя и воды. Почему? Ревность по Богу его такая была. И Господь послал искушение через дьявола. Почему? Великие мужи должны пройти все эти испытания. И здесь Господь показывает нам через это, Что каждый из святых людей, кто свят, Тот, кто уверовал в Иисуса Христа, как своего личного спасителя, Тот, кто через погребение Господне сам погребся в водах крещения, Отрекшись от грехов и от всего смертного, похотливого и страстного, Что принадлежит Сатане. И поэтому плевал на Сатану, на его клевретов, И дул в три раза, чтобы никогда больше этого не делать. И теперь мы видим, и так как Господь был силен, И Дух Святой, написано, ведет его для искушения от дьявола, Чтобы показать силу его. И исполнив, только исполнив, пройдя эти искушения, Господь, и Он и нам показывает, Становится истинным исполнителем заповеди Божьей, Или воли Отца. Ну и главное, что это пример для нас. Вот что дело. Ну и там дальше еще будет говориться об этом. Ну вот, я еще могу стих писаний привести. Написано, Псалом 10, 5 стих. Господь испытывает праведного, А нечестивого, любящего насилия, ненавидит душа его. То есть Господь испытывает праведного. Ну и вот у Даниила, Даниил 12 глава 10 стих. Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, И не разумеет всего никто из нечестивых, А мудрые уразумеют. То есть слово именно искушение. То есть опять же через... Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении. Ну и здесь... Я на слово уразумеют, что почему написано. Что уразумеют-то, мудрые? Уразумеют, что это от Господа для их духовного подвига, Для их развития, духовного возрастания. А почему безумные нечестивые не уразумятся искушениями? Потому что они сразу будут роптать. Они сразу Бога будут проклинать, и все еще больше согрешат. Поэтому им таких искушений даже не дается иной раз. Ну, если, конечно, они уже чашу беззакония не переполнили. Ну, один из ярких примеров мы видим, Это когда Моисей ходил по пустыне, Господь 40 лет их водил. То есть там Господь испытывал их, искушал их. А те, которые не понимали, они роптали, И все были уничтожены, потихоньку умирали. Господь их за эти годы. Ну, а ропот в воздух еще? Ропот, какой ропот? Кто может сказать? Вот ропот, что такое ропот? Ропот. Ну, все он проявляется. Проявление его? Что не нравится что-то. А что не нравится? Что не нравилось евреям? Да. Ну, евреям в то время не нравилось, Что им нужно было мясо, там, лук, еду, Это самое все. И поэтому они роптали на Моисея, на Бога роптали, Что лучше бы нам там оставаться, чем здесь. А здесь, где здесь? Что самое главное было, когда они находились в этом месте? Что было? Ну, пустыня. В пустыне. В пустыне понятно. Что самое главное было, когда они находились в пустыне? Самое великое, что было для них? С кем они были? Они были с Моисеем, и с Богом они были. С Богом они были. И как это проявлялось, что они были с Богом? Давайте неголословно. Как это выглядело? Ну, когда они начали роптать, что нет хлеба, С самого начала Господь проявления давал. Какие они были проявления? Защищал их от войск? От кого? От войск кого? Фараона. Фараона, правильно. До какой степени защищал их? Как защитил? От фараона? Да, от фараона. Пока не потопил. Кого потопил? Фараона. Фараона с чем вместе? С колесницами, со всем народом. С войском, называется. Чего вы перечисляете долго? С войском его не потопил. То есть, они были в пустыне, но они были с Богом, главное. Господь куда их вел? Он уже сказал. В землю обетованную. В землю обетованную. Они уже знали цель, куда идут. Они уже шли жить вместе с Богом в отличной земле. Им нужно было немножко потерпеть. Совсем немного потерпеть. И они не стали терпеть. Им не понравилась жизнь с Богом. Они не знали, что искушения ждут их, испытания такие. Да, они думали, раз, быстренько придем и все. И поэтому они там привыкли уже на своих дрожжах париться, вот эта закваска их. И поэтому им не понравилось. Они хотели вот так дома, в тепле, в неге, сколько там. Ну, поработали, а потом быстренько сюда. А Господу это было не угодно. Господу надо, чтобы люди исполняли Его заповеди. При любой жизни человека, даже Адам, святой, и Господь дал ему заповедь. И эта заповедь оказалась испытанием, искушением Адама. И Адам выдержал бы, если бы не жена. Адам делал неправильные выводы из того, что Господь ему дал. И из этого, сделав неправильные выводы, Господь увидел, что нет помощника, который бы Адаму понравился. И тогда Господу Богу пришлось делать дополнительные усилия еще, чтобы удовлетворить Адама. Адама была из его ребра сделана жена, которая, по идее, должна быть, ну, все во всем, как Адам. И правда, Адаму она очень сильно понравилась. До такой степени, что он готов жизнь за нее отдать был. Но жена оказалась не тем продуктом, который нужен человеку. И теперь человеку пришлось нести на себе это все время грехов. Испытание было послано Адаму, когда еще Адам был в раю. А теперь появилась Ева. Она тоже умная, тоже у ней мозг. Но она жена. Она приложение к мужу. И теперь мужу пришлось объяснять, для чего это дерево. И жена не приняла этого испытания. Не перенесла его. Сорвалась. И главное, уговорила и мужа отречься от святой жизни в раю. И теперь мы видим, вот как тут написано. Вот что написано. Читаем. Читайте. Завидует вам, сказал Бог. Кому он сказал-то? Да не мужу сказал. О жене. Получилось, что испытание, которое должно было быть, должен нести один Адам, оно легло здесь целиком на жену, которая не должна была проходить этих испытаний без Адама. Понимаете? И жена взяла на себя эту отвагу. А я сейчас смело буду отвечать. А не надо было сатане отвечать. Ему только надо было говорить сразу по рогам. Так говорит Господь. Так говорит Господь. Наверное, она не была рядом с Адамом. Не было Адама рядом с ней. Да, не было Адама рядом с ней. Она, наверное, где-то шарилась. Она конкретно шарилась около дерева познания добра и зла. А Адам уже подходил к нему с ней и сказал, от этого дерева не ешь и не прикасайся к нему. Хотя Господь не сказал не прикасайся. Он говорил Адаму только не есть от него. То есть, ну, так как он уже увидел, что Ева, что-то с ней не то, он еще и попросил ее не прикасаться. И надо было исполнять то, что сказал тебе муж, а не слушать сатану. Вот испытание легло на плечи существа, жены, которое одно не может идти по жизни. У нее муж дан. Почему жена должна бояться мужа? В нем заложен такой необыкновенный потенциал защиты от Бога. А все интуиция женская, интуиция женская. Ничего же она не помогла узнать, что это сатана. Пройти испытание. Это интуиция. Правда, интересно. Главное, что, ну, ведь вот, ну, вдвоем, вот вдвоем. Ну, дерево стоит. Ну, то ли Адам далеко, что ли, от нее был, или почему вот она действительно... Во всяком случае, голосом он не слышал сразу. А потом, когда подбежал, уже было поздно. Уже все, она уже его начала уговаривать съесть. Потому что вкусен был, все в руке у нее. Ему не хотелось, конечно, с ней расставаться, потому что уж больно она была хороша. Не нажился он еще. Спастился. Со своей красавицей женой. Да потому что змей ее караулю, под караулю в то время, когда... Дело в том, что грех он невидим. Вот почему Адам... Если бы сразу Господь бы ее тут же поразил или наказал, он сразу бы, говорится, встряхнулся бы и не сделал бы этого никогда в жизни. Но Господь милосердно, он не наказал. И он теперь оставил вместе скитаться и мужчину, и женщину. И так и определяет, так определенно будет в раю. Будет и мужской полу-женский, хотя душа, она бесполая. Вот в нас заложена душа, которая жаждет Слова Божьего. Почему мы вместе спокойно собираемся? И почему святые говорят просто слово одно обращение, а обращение одно только. Братья и уже не обращаются к женам. Догадались почему? Жены. Все уже. Поезд ушел, как говорится. Надо было тогда слушаться в раю. А теперь уже все. Теперь если мы начнем... Братья, сестры. Тут сестры накувыркают опять. О, к нам обратились. Значит, они раскрывались, сестры. И уже мы видим, у католиков там уже чуть ли не католические священницы будут скоро. Уже там служат у них, прислуживают. И есть женщины. А у протестантов сплошь и рядом уже. У них епископши, женщины. Женщина, епископ. И куда этот епископ нас приведет? Или привел уже? Привел уже. К тому дереву, которое... Амин. К дереву, да. К дереву, где нужно только плакать и плакать. Ну вот я еще остановлюсь. Вот брат говорил. Возведен был духом. Духом с большой буквы. То есть духом святым. И вот здесь в Деянии, это 20 глава, 22 стиха по 22. Четвертый стих. Это про апостола Павла. И вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только дух святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. То есть дух святой ведет скорби, страданиям, кузом. То есть и все это ради Христа. Хотел еще сейчас, я в мысль такая пришла, но ее нигде нету. Ну, я просто в мысль такая. По слову Божьему, конечно. Что Господь делит искушение. Делит, да. То есть одно искушение, которое мы претерпеваем, и сам Господь претерпел, вот когда дух святой повел его после крещения. И каждый из нас претерпевает эти испытания после крещения. А второе, Господь испытывается самим Господом уже в своей жизни, в жизни праведного человека. И Господь не отвергает ничего. Мог бы обойти его, но он уже хватает ему всего, столько добродетелей, все понимают. Но последний добродетель его, это воскреснув, дать толчок веры в воскресение, в вечную жизнь. Чтобы люди веровали в него как в Господа и исполняли заветы Отца. То есть нам волю Отца Небесного надо исполнить. Как ее исполнить, эту волю Отца? Нам показал примером Господь Иисус Христос. Вот чтобы мы этого не боялись, теперь следующий шаг в нашей теперь жизни, когда мы прошли вот эти испытания после крещения и остались верующими, это значит тернии и волчцы не заглушили нашей веры. И теперь, чтобы нам дать вторичный плод, 30-60 написано или 100 зерен в одном зернышке нашем. То есть пойти на благовестие. Мы должны теперь уже претерпевать то, что претерпел Господь. Какие он испытания претерпевал, те и мы претерпим. Какие торжества испытывал он, и праздники устраивали ему верующие люди, и мы тоже это испытываем. Вот, пожалуйста, одно из них было, когда мы в деревню съездили, нас там встречали люди. А до этого сколько у нас было переживаний, и нас гоняли священники, и тут священник сам приглашает. Это вот одно из торжественных, праздничных таких для нас событий приятных. Но они опять сменяются не очень приятными. Опять нужно выискивать поприще нам, идти найти, пажить. Вот сейчас мы очень обильно ищем пажить. Игнат Тихонович, это наш наставник и духовный отец, он постоянно какие-то препятствия видит нам в проповеди. Пытается обезопасить нас. И в то же время пытается, чтобы мы не были робкими, ленивыми, трусливыми. Вот хочет это. И вот опять мы сходили на елку. Он опять решил, что и там тоже не то место поприще. То ли музыка громко играет, то ли не знаю почему. И опять нам нужно искать где-то, пажить эту и ходить, находить ее. Причем еще с кинокамерой, чтобы свидетельствовать другим, что найдена пажик, найдена. Вот видите, мы беседуем с людьми, люди откликаются. Надо как апостол Павел говорит, мы возбужили в своих сродниках деревностей на такой снести. Для чего мы снимаем? Чтобы других побудить, наших православных, чтобы так же выходили, благовествовали смело, открыто. Притом, вот мы с Игнатьевым что-то читали утром. Это в «Деяниях» говорится. Я немножко потом отойду от темы от этой. Сейчас я вам зачитаю. «Деяния 4 глава, 13 стих. Видишь же смелость Петра и Иоанна, и приметишь, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Смелость. Слово «смелость», да, смелость. То есть, Дух Святой, давайте смелость. Как узнать, под действием-то Духа Святого или нет? Ну, это, конечно, не как Ленин, там, с броняника свою, как говорится, в умысле человеческий проповедовал, понятное дело. А именно смелость, дерзновение, нести Слово Божие, возвещать. Вот это и есть свидетельство того, что ты руководим Духом Святым. То есть, здесь бояться этого не надо говорить. Видя смелость Петра и Иоанна, то есть, по-человечески природе, вот мне всегда как-то страшновато, то стеснительно, то еще, что молодушек какой-то нападает, непонятно откуда она берется. Ну, это враг искушает. А потом, когда начинаешь говорить, и Господь дает такую смелость, дерзновение, Слово Божие, нести людям. То есть, уже ни на что не смотришь. И при том, они узнавали, что они были с Иисусом. То есть, нас будут тоже так же узнавать, что мы с Иисусом, если мы будем вникать в закон совершенную, в Святую Библию. Вот я еще, к чему ты недавно говорил, у апостола Якова, 1 глава, 2 стих, так сказано, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И толкование приведу. О чем говорится речь здесь? Это нам блаженный Филат именно говорит. Якова, 1, 2. Толкование. Искушения бывают двоякого рода. Одни происходят от нас, а другие посылаются на нас Богом для упражнения и прославления нашего. Для упражнения, то есть святости Господней. И прославления именно. И от нас происходящие искушения двоякого же рода. Одни бывают от нерассудительной храбрости, которую мы называем дерзостью, и от которой заповедует нам Господь беречься. Потому что, хотя и бодр дух, но во время подвигов бодрость угасает. Почему храбрость-то не оканчивается? Добро для имеющих ее. Вот меня почему-то, вот я вспомнил, вот видеоролик я вижу, там вот есть такой Дмитрий Интелло. Вот это вот у него дерзость самая натуральная. Притом, так вот как священник и учит, отец Дмитрий Смирнов. Он говорит, ну там говорят, ему с кем-то беседует, не русский-то еврей, ой, еврей, который, это есть, фамилия известная. Вот он говорит, а как же кирпич там к сектанту в окно, он говорит, это нормально. Она говорит, так, чтобы даже под ними огонь горю в этих сектантах, он говорит. Позднер, что ли? А, позднер, да, ему задал вопрос, а как же кирпич, вроде в окно сектантам, он говорит, это нормально. Сектанты, вроде как они не человеки никакие. Он даже не думает об этом, что это человеческая душа бессмертная, что можно с ней поговорить, засвидетельствовать на свадьбе Слово Божие, и он уйдет в церковь. Врагов уже какие-то видит, причем он не должен видеть врагов, если даже видит врагов, то Христос говорит, как обращаться с врагами, он не говорит кидать у них. Да, написано после первого, второго разумления, отвращайся. Не сказано, что там, сказал Слово Божие, и раз потом еще кирпич, или вообще там убивать, или там гнать их, садить их, как был, это чудо-революция, да, все это, гонять-то устраивали. Настарабляться вначале. И вот дальше я прочитаю. Так, другие искушения, как, например, гибель садомлян, Бытие 19 глава 13 стих, посылаются за грехи. Этих искушений всеми силами должно избегать через жизнь безгрешную. Искушения же от Бога, каковы были Иову, Аврааму, не только не должно избегать, но, если возможно, нужно привлекать их терпением и благодарением, потому что они удостаивают прославление и венцов. На этом мы видим вот это, Бытие 22 глава 1 стих. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. То есть, Авраама сказал, что сына, извини, понеси в жертву. То есть, это очень большое искушение было, особенно, говорят, Златуус хорошо описывает это. Какие могли бы у него быть мысли, переживания. Не просто пошел, поел, как какого-то обычного барана. Все-таки сына его, тем более в нем обетование было. Но он верил, написано в толковании, что он верил в это, что Бог силен его воскресить. Даже апостол Павел перечисляет, когда посланник евреям, он об этом как раз и говорит о вере Аврааму. Что он верил в то, что Бог его силен воскресить. Ну и вообще, все, кто веровал, праведники, они все думали о воскресенье, в конце концов. Все надеялись на то, что это обетование будет исполнено. Вот я вчера спросил китаянку, когда Новый год были, там переводчики были, китаянки молодые. И одна не верит, их там человек 30, и все вот за Евангелие берут все, все, да, Библия, там, Христос, хорошо это все. А одна, нет, мне не надо, и все. Я говорю, так там уже о вечной жизни говорится, неужели ты, говорю, вечно жить не хочешь? Она такая, ну, глаза вот так сделала. И все, больше ничего не ответила. То есть, они то ли не понимают это, то ли это. Они это не проходили. То ли это было. Они же учатся в нескольких заведениях, а то ли будут преподавать это, о вечной жизни воли, о вечной жизни. Ну, переводчикам, наверное, что-то преподавали. Ну, когда я начал Евангелие давать, они не понимали. А потом я перекрестился и говорю, Иисус Христос, Бог, говорю, они, Библия мне говорят. И я говорю, Святая Библия. Они, ааа, и вот так вокруг ко мне как кинулись. И давай разбирать Евангелие. Я не знаю. То есть, слово Библия они понимают. А сейчас, говорят, ну, как показывали новости как-то. И вот встречали они Новый год. И эти, не Новый год, а Рождество. И говорят, в Китае встретило Рождество более двух, что ли, миллионов человек, китайцы. Ну, они протестанты почти все. И потом говорят, да-да, не удивляйтесь. И показывают Китай. И вот Рождество. И они там идут, ну, храм там идут, свечи там все. Крестный ход идет, крест, это католики, значит. И они китайцы, одни китайцы прямо в Китае, в Пекине показывают. И они идут, это, со свечами все. Поют там песнопения. Ну, видно, что на мотив какой-то христианский, да. Никакой там не языческий. И у них там, это, Иосифа несут, ну, как у католиков. Все. И говорят, да-да, не удивляйтесь, сейчас, говорит, поднебесный, очень, это, ну, как, развито, что вот, быть христианином становиться. Такое. Ну, не знаю. Православных христиан они убили благополучно еще в 22-м году. И у нас, в 22-м сейчас точно скажу в каком. Не в 22-м году. Раньше даже еще. По-моему, в 1906-м году. Убили 222 человека. Всю деревню вырезали. Православную. На границе там где-то. Ну, Унгарский район там в Китае, да, где Казахстан, там. Вырезали полностью всю деревню. Вместе с батюшкой, священник. И имя у него, он сам китайец. Все. И мы прославляем, вот у нас в Завобежной церкви, в календаре, прям, есть 222 китайских мученика, так и называется. То есть, вот как поступали с православными. Это были православные чисто, вот как говорить. А где еще есть, ну, во всяком случае, в Пекине православные были только, говорит, из православной миссии. Это вот не так давно. Еще, ну, когда патриарха не был, Кирилл, он как-то называл цифру. Сколько? Ну, там совсем мало. Что-то человек 100, чуть больше 100, может быть. Всего лишь посещали храм. Ну, говорит, дали, говорит, возможность, там храм какой-то, его открыли. Он был музеем. Его открыли, и там можно проводить служение. Православное. Православное, да, в Пекине. Там же пекинская миссия была у нас в Китае сильная. Но все время, пришло время, и вырезали всех, или выслали. Вот так вот относились к православию Китая. Ну, вот я еще дополню об искушениях. Это у апостола Якова, 1 глава, 12 и 13 стих. Он пишет так. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого». Ну, вот мы сейчас, можно? Много про искушения говорим. Дело все в том, что сейчас тут надо смотреть, какие искушения, чтобы как примеры были. Поэтому нам надо дальше идти читать, наверное. У тебя, я вижу, подо все, подготовил, ну, различные. Два стиха осталось. А как тут еще про искушение дальше будет все еще? Ну, я понял, да. Может быть, продолжим просто. Сейчас почитав и следующий. Потому что это тоже искушение. Тут еще будет очень много про искушение. Ну, да. До 12 стиха где-то, да? Матфея, 4 глава, 2 стих. «И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалком. Толкование. Поститься, дабы показать, что пост есть такое же сильное оружие против искушений и дьявола, как присущение служит источником всякого греха». Говорит, что первый человек через это упал. Поститься столько времени, сколько Моисей и Илья. А если бы больше, то воплощение его показалось бы призрачным. Когда уступил природе, тогда и взалкал, дабы алканьем дать случай дьяволу подступить к себе и сразиться с собою. И таким образом поразить его и не зложить, а нам даровать победу. Ну, вот. А посте, да, тут сказано? Ну, почему искушение дальше? Давай, ты какие-то места хотел про искушение. Вот тут у меня есть, так, какой у меня тут. Матфея 26 глава 4 стих. «Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И здесь вот еще Луки 22 глава 46 стих. Это когда Господь уже перед тем, как идти, именно его, должны были подойти, взять на распятие, как идти ночью. И вот он говорил своим апостолам. И Луки 22 глава 46 стих. И сказал им, «Что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Вот когда вот стих Писания я записывал, Луки 22 глава 46 стих, у меня вот тут видно, ручка вот так вот у меня скользила. Я засыпал на ходу. Я тогда стих Писания записываю, думаю, надо же, про меня прямо. И Господь мне говорит, «Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Я поднялся, давай молиться, ужас, отошло. То есть, понимаешь, вот так даже Господь здесь малая, только мне часть показал пример, что значит. на сон манит и все думал, «Да что такое?» Вот такой вот. А что, брат, ты хотел добавить еще? Ну, я вот еще хотел в третьем томе, почему нет? А, нет, на что? Какая страница? Страница 337-я в третьем томе это «Открытым оком». Ну, это Евангелие, пособие на Евангелие от Марка. Мы же договорились, чтобы мы будем оттуда читать такие вопросы, которые тут есть. И вот они тут есть. Такие вопросы, которые как бы мы касались, но вот можно еще прочитать некоторые места Писания. Вопрос такой. Родившийся от Духа Святого Христос теперь получает помазание Духа на служение. И местописание. Лука 4, глава 18 стих. «Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня благовестовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вот помазание Господне Духом Святым в чем заключается. И теперь дальше Деяние, 10 глава, 36 стих. «Когда Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарет, и Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». И 19 глава 2 стих. «Сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав?» Они сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». И вот вопрос теперь. «Может ли Божий слуга обойтись без этого и теперь?» «Может ли слуга Божий обойтись без этого?» «Как мы поступим? С какой стороны мы посмотрим на то, может ли обойтись Божий слуга?» «Теперь, теперь, значит, как понять «теперь»?» «Теперь, когда Господь даровал нам быть в церкви Его, сам Он как глава и тело находится на небесах». Что нам оставил Господь? Исполнение воли Отца на кого Он оставил? На кого? На пастыри? На дьяконов? На клир? Или на мирян? Или на всех? На бим, на Слово Божие, чтобы исполняли Слово Божие. На всех, наверное, оставил. Нет, на церкви. Слово Божие это сам Господь наш. На церкви. На церковь. Ну а в церковь кто входит? Я вот сейчас перечислял, они входят эти люди? В церковь входят? Конечно, входят они же. Ну, значит, он на всех оставил исполнение. Ну, как? Все должны исполнять. Все исполняли Слово Божие. Ну, вот сестры понимают это. Почему Патриарх не понимают? Вообще, мне не понятно. Вот так посадите, сказать Патриарху, поговорите с нашими сестрами. Может быть, в разумление придет, ничего себе он скажет, как-то бабки сидят, понимают, как вся церковь должна исполнять. Ну, каждому это нужен, Дух Святой помазать. А почему мы знаем, что каждому? Потому что Господь притчу сказал, вышел сеятель сеять. И семена, семя, он говорит, это слово, слово евангельское, оно падало, куда? На сердца людей падает семя. Кто его сейчас сеет? Семя находится вот в этой оболочке. Вот эта оболочка, видите? Вот корочка с одной стороны, корочка с другой стороны есть. Но, есть и буковки, которые надо читать. Вот так просто просмотрев, оп, семя не попало в меня. Как оно попадет, семя? Если, если вот это вот, вот это семя, слово, семя, оно упадет в сердце человека. А как оно до сердца доберется? Через разум у нас все добирается, через зрение, через уши. Мы слушаем, написано, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И вот теперь, вот как нам донести слова Бога нашего в сердце человека? Мы доносим, мы доносим как? Первое, даем ему самому почитать. Это первое на первое. Второе, говорим какие-то места писания, пытаясь заинтересовать человека. Слово Божие. Третье, беседуем с человеком. Четвертое, говорим проповедь человеку. Вот, больше нам ничего теперь не дано. То есть, вот через это все мы пытаемся донести. Кто мы? Да все. И патриарх, и митрополит, и епископ, и архимандрит, и иерей, и протеерей, и дьякон, и протодьякон, и подьякон, и клерошане все, там, чтецы, и так далее, певчие, и миряне все. Все, 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 все должны идти и проповедовать слова Иисуса Христа. Теперь, если мы все это будем подряд разбирать, то окажется, почему мы в таком волнении замираем, когда нам задают вопрос, а кто должен? Ну, потому что понимаем, ну, должен-то, конечно, батюшка. Мы-то всегда в стороне находимся. Никогда мирянам никаких слов не дают, ничего делать не дают. Почему? А пола руки лучше сам сделают, батюшка думает. А что он батюшка сделает? Ну, кадилом хорошо махнет, дыма много нагонит в церкви, громко там что-нибудь пропоет дьякон. Ну, батюшка лишний раз Акафису просет. Все, больше-то он ничего не сделает. А нужно что делать? Волю Божью нужно нести. А воля какая? Иисуса Христа последняя. Говорит, идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Этого как раз и не делается. Он не сказал, идите и кормите так, что везде будет один дым полностью, как этот вулкан, этот, сиарик там, где-то как дал и все задымил. Вот главный проповедник сейчас будет сейчас у нас в православных. Или колокола, как гремят они. Вот это без язык, без языки проповедник. А кто что узнал-то? Кто что понял? Кому дошло через разум и на сердце? Кто осознал, что он грешник и проклятый Богом и надо спасаться и веровать в воскресшего Христа, умершего воскресшего за наши грехи? Ничего не узнали. А как донести? Вот об этом и говорится. Вот это все должно быть. Дух Божий должен помазать. И для этого искушение проходится. И теперь мы как отвечаем на этот вопрос? Еще раз. Может ли Божий слуга обойтись без этого и теперь? Может обойтись? Нет. Нет. Правильно. Ответ правильный. Теперь читаем местописание. Искушение Христа написано также у Матфея 4 главе мы читаем с 1 по 11 стих и у Луки 4 глава с 1 по 13 стих. Очень легко, кстати, запоминается. И у Марка говорится у Марка 1 глава с 9 по 13 стих. Читаем. Короче всего, кстати, здесь обязательно полностью не спеша прочтите все указанные места. Здесь мы прочли. Здесь прочли. Осталось Евангелие от Луки прочесть. 1.13 Ну давайте прочтем. Раз у нас написано это. Ну как написано в Евангелии от Луки. Чтобы нам до конца все места это не значит. Мы идем медленно, но зато основательно. Всегда затрагиваясь примерами на сегодняшний день. Как бы мы это исполнили? Ну здесь как и мы будем дальше проходить это все. Именно те же самые искушения, что здесь описывается с 1 по 13. А, искушения описываются? Да, да, да. Что Иисус исполнит Духа Святого Возвратишься. Так, ладно, тогда все понятно. Мы еще будем проходить, да. Все, тогда в следующий раз. Дальше вопрос еще задаем за самыми блаженными часами нашей жизни могут следовать времена самого тяжелого искушения. Вот, то есть крестился Господь, Иоанн Креститель в таком стечении народа на реке Ордам братья там, сестры еврейские стоят и он говорит им все агнец Божий который берет на себя грехи мира Дух Божий голос Господа Бога Отца нисходит и люди начинают смотреть и двое увидели Иисуса Христа увидели что все это относится к Нему и подошли это был Петр Иоанн и пошли за Господом и мы знаем они пошли и они потом ушли а Господа Дух Святой повел в кустыню на искушение а они пошли дальше еще думать они пошли думать там будет потом Варфоломей там будут братья Андрея будет там это другие апостолы которых будут рыбари там привлекать и там Яков будет но пока пока Господь один он один и написано и был со зверями и ангелы служили ему со зверями был в пустыне не было никого иногда посмотришь на зверей вот как они себя ведут все и многие говорят вот так я лучше быть со зверем там с собакой какой-нибудь дружил нежели как люди поступают и мы видим да было и такое у Господа это тоже испытание со зверями и ангелы служили никого из людей не было был одинокий как затворники живут и жили когда-то святые уже о них рассказывают и сейчас многие пытаются жить так и Господь тоже был и теперь вопрос задается почему искушение последовало вскоре за крещением какова связь зачем Христу надлежало быть искушенным и теперь мы местописание чтобы не спрашивать кто как думает местописание следующее 1 Петра 4 глава 12 стих да говорится так возлюбленные огненного искушения они созвучны с теми местами которые ты выбирал как у Якова я хотел прочитать и это тоже у тебя есть ну-ка давай читать возлюбленные огненного искушения для вас для испытания вам посылаемого не чуждайтесь как приключение для вас странно огненное слово огненное огненное это значит как нам понять ты толкование не брал нет толкование тяжело переносимое так я могу сказать ну особенное особенное испытание особенное испытание это может быть это может быть смерть близких или тяжелая болезнь или какое-то бедственное положение там пожары какие-то допустим имущество все пропадает там еще что-то или война вот как вот сейчас я считаю это огненное искушение у людей которые в Донецке настоящее огненное искушение и даже огненное действительно эти залповые огня орудия на него огонь прям посылают натуральный как бы даже это не просто созвучно Господь нам намек дает ну и теперь представьте к себе это приложите огненное искушение а вот вспомните как в Москве в метро взрывались сколько там людей сразу погибших или вот в этих на вокзалах там тоже десятки до сотни мы видим сколько это все огненное искушение как бы уже провиди это апостол Петр говорит еще тогда взрывов то не было а он говорит уже огненные то есть страшные которые прям разрывают душу когда ты попадаешь в них не то что ты там сам под взрыв попал а кто-то где-то страна даже вся сколокнулась и мы должны плакать с плачущими радоваться то с радующими все можно ну вот допустим можно ли радоваться с теми кто радуется вот этому новому году вот как они радуются нет да никакой радости нет а в чем радость она должна заключаться радость заключаться в чем-то должна допустим остался жив или ну есть где жить теперь или там дитё родилось у кого-то ребенок и так далее что-то понравилось о зверях говорили соскочил ну что ж вот так вот они чувствуют все тоже дальше евреи 2 глава 17-18 стихи нет у тебя нету ну давайте прочтем посему он должен был во время во всем уподобиться братьям чтобы быть милостивым и верным первосвященника пред Бога для умилостивления за грехи народа ибо как сам он претерпел быть искушенным то может и искушенным помочь жажда душа пришла и так прочитали то есть Господь для нас является примером во всем кроме греха написан во всем а в чем он был искушенным кто может вспомнить из священного писания в чем было у него искушение кроме греха кто может вспомнить искушение бывает по плоти жажда человек устает это такие малые искушения можно сказать потом написано когда он молился перед тем как его повели на распятие даже у него капли пота были как капли крови то есть насколько вот это и было огурцово огненное у Господа по человечески искушение то есть он говорил да минует митяша а в то же время говорит да будет воля твоя вот это было огненное у Господа искушение когда он здесь на земле находился вот такие вот примеры может еще кто-то вспомнит а не знаю но какие еще может кто-то из личной жизни вспомнит у кого какие были искушения когда брали его в саду это все искушение а у нас огненных искушений как таковых еще и не было но я думаю что он и переживал за Иуду тоже у нас не было просто огненных искушений вот у Игнатия Ивановича было огненное искушение когда его брали в тюрьму за веру он не знал чем дело закончится тем более такая власть была а у нас какие огненные искушения у нас еще не было их таких не было конечно у нас даже войны не было тут голода мы как такового не знаем сильного ну всегда всегда было поесть ну настоящий голос который бабушка вспоминала в 1944 году я помню картошку мороженую ели иди сюда пусть у нас я помню как вот крестилась когда я нас 19 человек крестила и а потом и и никто не знает эту историю и что глухонемая Валя Тинчук как она тонула и мы ее вытащили поймали вытащили и вот она из нее воду то это прям ее трясли трясли она настолько была расстроена и вот мы все это все главное крещение мы уже покрестились и она это самое как она как-то она вот она уже тоже покрестилась но почему она сказалась опять в воде непонятно я вот сейчас уже забыла и потом как мы все были расстроены это вот тоже искушение какие-то да нам это рукавы что мы все такое 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 было предприятие такая радость была мы крещены и все и вдруг она утонет она утонула и вот мы ее откачивали все и вот такое у нас было все состояние вообще но каково ей было да и ей было каково она потом вообще молчала несколько мы там могли потерять она все время молчала она не могла прийти в себя кое-как пришла потом вот я прям ее вспомню думаю какой был ей как она еще живая осталась могла бы вообще погибнуть а ты глухонемая да глухонемая давай янчука да там еще вместо вспомним евреям 4 глава 15 стихи его мы имеем не такого первосвященника который не может сострадать нам в немощах наших но который подобно нам искушен во всем кроме греха это еще подтверждение и здесь же 5-8 5 глава 8 хотя он и сын однако страданиями навык послушанию сын то есть сын должен в масле кататься он должен на шикарном автомобиле сбивать всех подряд его папа должен отмазывать от армии из тюрьмы отовсюду давать ему на котики ну чтобы он денег кучу женщин там немеренное количество и коньяка без счета целый завод будет лить его прорву вот это сын да но Господь показывает что если ты праведник то приготовься как мы читали в притче к искушениям к искушениям все и путь весь Христа усеян отнюдь не розами а если и розами то они очень шиповатые это больше похоже на термии нету цветов у Господа хотя после конечно все уменьшено цветами так дальше еще да еще да еще из этого видно из этого видно что само искушение когда его преодолеваешь еще не есть грех или несчастье когда начинается грех Иакова 1 глава 15 стих говорит там похоть же зачав рождает грех а сделанный грех рождает смерть потому что смездие за грех смерть на каждое искушение следует смело смотреть как на случай для одержания одержания славной победы как на барьер для скаковой лошади или как на встречную волну для корабля да вот кстати барьер недавно мы с братом дрессировали но не лошадь правда но овчарку она тоже тяжелая ох и натаскались же мы да дрессировка оказывается такая сложная вещь и там должен быть действительно навык навык к послушанию как написано а какое послушание а вот как отец мы вот это мы являлись для этой овчарки как 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 отцы причем вдвоем вот да брат берет ее за передние ноги а я беру за задние и мы весь путь как она должна идти вот ну боится собака берет такие барьеры прыгает там смелая порвет любого да и ни одного еще а вот барьерчик ну это не барьер а вот этот бумчик маленький там вот так по пояс мне она не может зайти почему узкое направление а у них ноги широко расставляется чтоб толкаться и она вот так вот не может идти как вот на подиуме вот девицы ходят вот так ножки у них вот так вот вот она так не может овчарка она идет мощно она бежит ее ее ничего не мешает земли-то много а здесь вдруг ее заставляют по такому идти ей теперь нужно вот так теперь через эту ногу вот так и у нее нету вот этого движения она не понимает этого мышца и мы начинаем ее вот это вот устанавливать устанавливаем устанавливаем и до нее начинает наконец-то доходить и вот а испытание это на самом деле для нее такое шутейное и вот то же самое и Господь для нас делает вы понимаете кажется ну как то да это мы просто навыка нету послушания почему вот иногда от нас наш наставник требует какого-то послушания чтоб какой-то навык у нас был какой-нибудь для многих это очень понятно а для кого-то совсем не понятно у монахов у монахов это на первом месте стоит послушание и когда мы видим Саул принес в жертву принес в жертву Богу не дождавшись пророка Самуила то от Господа ему было сказано послушание дороже жертвы нужно было исполнить а какое послушание дождаться пророка чтоб пророк принес жертву каждый должен исполнить был свое а он все опередил не дождался и вот это нету послушания нету навыков искушение не пройдено а главное что он оставил еще для жертвы там что за блеяния слышу там говорит Саул а блеяния чего он оставил хорошее самое для жертвоприношения да он не для жертвоприношения осталось чтоб съесть да но мы не об этом сейчас говорим мы говорим немножко послушаем на каждое так и теперь дальше можно всегда побеждать вот как можно всегда побеждать и говорится сатаном но есть же победители вот как выходят там боксеры на рынке там объявляют объявляют а потом там великолепный там Джон какой-нибудь и все там радуются и потом видите какой у него список побед сорок этих сорок побед и ни одного поражения или как генералису генералису Суоров заходит непобедимый полководец российский и он заходит да у него здесь стремительный такой небольшого роста худой такой пуля дура штык молодец так все а как все брал брал страшным послушанием страшенным как оказывается как Измаил взяли в два раза меньше солдат у него там стены крепости пушки стоят все турки янычары там с такими мечами все посмотрел какие стены приблизительно сделали валы какие будут как делали закатывались вниз а сюда землю забрасывали и получалось как стена и теперь учились вот это вот преодолевать на лестнице и бегали так неделю неделю они солдаты и все и тогда появилась его известная поговорка тяжело в учении легкого бою именно тогда все падали и потом когда наступил штурм в течение полтора часа с четырех сторон начали штурм все залезли было убитых 32 человека всего то есть если так до конца говорить то можно сказать Суворов он ну как не знаю как какой-то небожитель ну как так если бы вообще сказали еще 0 мы бы так сказать так это ангел наверное вперед как так можно вот что значит смелость и решительность мы видим и послушание его слушали вот слушали его почему он сам показал пример конечно и все знали что этот не подведет этот до конца пойдет он за каждого он нашу кашу ест он так же укрывается шинелкой мы видели это все он наш через горы атаманы атаманы знаме знаме с братаны вот что нужно человеку как патриарх сейчас говорит проповедь свою с новым годом а все а главное главное нам мир и справедливость это лозунг нашей сегодняшней жизни мир и справедливость какой лозунг а кто справедливость оставил эту никто а мир а мир у кого мир тоже у бога мир тоже он только Господь говорит желайте миров говорите о мире желайте мира и все желайте а чтоб мир было бы нету нигде мира чем мир в Иерусалиме что ли там убийство на убийстве каждый день убивают и так далее то есть все от господа все опять-же через испытания через искушения а искушение не выдержать один говорит другому тоже надо язычком что-то говорить говорите Да я хотела сказать, Суворов-то какие преодолевал препятствия, особенно через Альпу. Да все уже, Суворова прошли мы, мы не о Суворове говорим. А теперь о мире, о мире что, мир должен быть, а кто дает? Только Христос мир дает. Если ты уверуешь во Христа, ты будешь иметь мир в сердце, а значит и мир со всеми. Для этого нужно пройти испытание Христово, вот что было, искушение, которое... Да, вот по этому узкому пути идти, который нам дат. Здесь, говорит, пропасть, там горит огонь, а узкая тропа ведет к Голгофе. Так, и вот теперь мы дальше читаем. Но, Дарья Римлян, 8 глава, 37 стих. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Кстати, тут еще есть Ефрема, 6 глава, 10, 18 стихи, но у меня тут не написано. Можно открыть. Какой Ефрем? Ой, Ефрема, Ефесянам, 6 глава. Ефрема. Ефрема. 6 глава. Я думал, нахожу. Ефрема, Сирина, что ли? Но, Ефрема, Сирина, вспомнил. Какой стих ты видишь? 6 глава, с 10, 18. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. По 18, да? Итак, станьте, припаясь в чресло ваше истинною, и облекшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благоествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угостить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 18, да? Да, аминь. Ну я еще, ну ладно. Так, ну вот об этом и говорит Кефисиану. Кто сам не побеждает в искушениях, тот и другим не может помочь. Вот я могу пример привести, вот брат приводил Суворова, а я приведу духовный, который нам может быть примером, который не потерпел ни одного поражения, это из Библии. Пророк Иов, праведник. Он все искушения прошел, то, что Господь попустил, сатана на его. Там что только не говорил, сатана ее отдаст, за кожу свою все отдаст. И то, что там потеряет что-то, там скот, там тыгет его, облагородил со всех рукой своей. Он все это выдержал. Все, Господь именно полюбит Творцу своему. Насколько он Божий, любовь у него села к Господу. Так он, видишь, испытания через друзей прошел. Да, через друзей даже, близких. Близких ему. Вот даже вот я могу сказать так, вот у меня, как бы небольшие такие, это тоже искушения своего рода были. Я когда уверовал, я думал, что все верующие, это мягкие, пушистые, хорошие братья-сестры. Это хорошие. То есть, значит, никакого обличения, ничего нету от них. Я потом уже это все понял. И когда я начал, мне говорится, обличение, особенно когда вот Сигнатих начал жить, я понял, что ой-ой-ой. Так все Слово Божие против меня, говорится, против меня стало. Вот тогда было мне искушение. У меня искушение вот и с братом было тоже на работе. Я ничего не могу сделать толком. Ничего не получается там. Ну, это враг тоже, говорится. То есть, через это я тоже, опять же, проходил дома, там, с Игнатием, и так далее. То есть, все это именно Господь попускал, очищал меня. И сколько еще предстоит очищаться. Вот я еще прочитаю Деяние, 14 глава. Так, какой? 22 стих. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. То есть, многие скорби. А обычно бывают еще некоторые сектанты, вроде все хорошо у них. Все блаженства, говорится, на земле здесь. Нет. Именно многими скорбями апостол Павел Божие. Надлежит нам войти в Царствие Божие. Потому что Узов путь ведущий Господа. У них книги пишутся, у сектантов. Я разрешу. Скажу. Там прям книга, что если ты не богатый, то значит, что-то с тобой не то. То есть, ты должен обязательно быть богат. Ну, и места предприсания приводятся, Ветхого Завета. О богатстве там, все там. Ну, такие находят они места Писания. Об искушениях, где об испытаниях столько всего много сказано, и ничего нету. Ну, смотришь, нету ничего просто. Просто выброшены места Писания. Богатый юноши не вспоминают. Как у нас в православии, никто не говорит о священстве. То есть, места Писания священников нету просто. А если есть, то у нас только на славянском, быстренько завуалировано. И когда людям показываешь, а вот притча, священник прошел мимо из раненого. И когда все задумаются, вот единственное непонятно мне скажет бабушка какая-то, вот почему священник-то мимо прошел? Вот это да. Вот все остальное мне понятно в Библии. А вот это точно непонятно. Как так священник мимо прошел? А почему? А потому что придуманная, сказочная, такая, какая-то метафизическая жизнь в православии придумана. И она такая сказочная, что трудиться надо одному патриарху. Священник-то так себе там отпел туда-сюда. А миряне приходят, они как небожители. Только в храм шаг сделал и уже воспалил. И не знаешь где-то на небе или на земле. А Серафим Саровский молился, говорит, и вообще не замечал времени, его потом под руки уносили. Он уже все не знал где. Там отходил уже, в миру. То ли запахом, то ли чем. И вот этими присказками народ тешит, тешит, и народ заходит. А все раздлинивается, раздлинивается. Только ноги, говорит, что-то болят. Так все нормально будет. А вот ноги болят. Дали бы еще сидеть у нас в храме. И вообще ничего делать не надо. Сидели, привалили в друг дружку, как только. А как там у тебя, графена, что там взять-то? Да ну все нормально, в баню вчера ходила. Ну что, скидать, так сказать. Не жизнь, не сказка, как у котов. Поел, он орет. Голят. Есть. Да. И не надо с вами. Как у Высоцкого, говорит, Иван. Поел, говорит, с живот и на диван. Ничего больше не надо. Но это уже неправда. Написано везде испытаниями. Матфея 11 глава, говорит, Господь говорит. Царство Небесное с силой уберется. И восхищающий, употребляющий усилие восхищает его. Что значит употребляющий усилие? Ну это значит, вот мешок, возьми на себя вот, если хочешь усилие, что такое. Хотя бы вот любой, пускай возьмет, мешок муки поднимет и пронесет ну метров десять. Ну это приблизительно усилие, если ты хочешь узнать, что такое усилие. Вот, вот, или на тебя, пускай, положат его. И давай, пройдись. Вот ты прошелся, ты чувствуешь уже. Вот это усилие. Или усилие, допустим, когда ты копаешь картошку, допустим, гектаров десять вдвоем. Вот это усилие. Могу пример привести. Кто держит коров, вот они могут это понять. Потому что каждое утро рано встать, пойти, управиться, убрать навоз, подоить, выгнать, прости и так далее. В течение дня все это происходит. В общем, дело, вечером то же самое происходит. И в духовном-то дело не то же самое. Встать рано, например, как царь говорит, я встану рано. То есть даже предваряю рассвет. Попробуй себя каждое утро застать. Это тоже есть борьба постоянная при том. У меня каждый раз эта постелька, говорится, приманивает обратно. Потому что страх Божий, вместо встаешь, начинаешь, надо молиться. Бодрствуй, Господь сказал. Не спите. А то засыпаешь, сидишь, Слово Божие изучаешь. Да. Аминь. Слово Божие-то вообще нельзя засыпать, когда изучаешь. Это правда. Нас же все время надо стремиться, обдумать его. Как бы ты что-то людям сказал. Что бы из этого занятия ты вынес людям бы. Какое бы основное местописание. Так, чтобы человек как бы заинтересован был. Или что бы тебя это побудило дальше внести Слово. Или вообще изменить свою жизнь. Еще от веры веру возрастать. Духовно возрасти. То есть, постоянно мы должны думать и о других. Только не только о себе. Так, вот дальше. Кто сам. Тонкость. Тонкость этих искушений. Пресечение было не к явному или грубому греху. К чему, собственно, клонились все три искушения. Ну ладно, это мы уже забегаем вперед. Пока что у меня все вот. Ну, потом я проведу. Сейчас дальше прочитаем. С комментарием, наверное, там даже можно. Матфея 4 глава 30 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами». Толкование, блаженый филаттор. Слышал этот разбойник голос в небо. «Сейсь, сын мой». Ну вот видишь, что он взалкал и недоумевает. Как может алкать сын Божий? Почему? Желая удостовериться, искушает его словами. Словами, «Если ты сын Божий, он мстит ему, надеясь тем что-нибудь выкрасть у него. Знай, что послушаться дьявола в чем бы то ни было грех». Притом дьявол не сказал, «Да камень сей будет хлебом, но камень сии». Желая вовлечь Христа в излишество, тогда как для голодного совершенно довольна и одного хлеба. Посему Христос и не послушал его. Вот пример. Вот излишество. Как раз говорится здесь про из тонкости священника. Прещение было не к явному или грубому греху. А вот мы в предыдущем толковании читали, Матвеич, во втором стихе. Как предсвящение слушать источником всякого греха. Предсвящение, то есть больше наелся. А вот еще написано тут местописание римлянам, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» 2 Петра, 2 глава, 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Какой момент искуситель избрал для нападения?» Говорит там, ну, задается вопрос, какой момент избирает для нападения, чтобы мы знали, когда нападает сатана. Вот недавно читали. «Как?» Говорите. «В любой момент он нападает, когда не бодрствуешь». «Да, неправильно. Какой момент нападает?» «Вот мы читали с самого начала, вспомните. Вот сие камни, камни, сделай хлебами эти камни». «Перед этим что говорится? Сколько постился Христос?» «В тот момент, когда он захотел, тогда уже дьявол подошел, говорит, он сделает». «А вы говорите, в любой. Ни в первый день, ни в через неделю, ни через 21 день. А через 40 дней и ночей он подошел». «Я сказала, когда мы к нам подходят, он в любой момент». «Вам сказать больше нечего? Вот вам надо сейчас послушание было провести и сказать. Ну да, я неправильно сказал, и все». «Я неправильно сказала, простите». «Конечно неправильно. Не постоянно, в любой. А тут написано, когда подошел». «Поста, поста именно. Вот так вот. Выводы делаем из этого мы? Я вам златоуст об этом говорит. А вы, говорит, угрызайте брата своего пужельва во время дней поста. Доешьте вы это, говорит, мясо, хоть кровавым, только братьев не угрызайте. Ну знаю, говорит, и это вас не остановит угрызать и обманывать. Значит, поститесь, раз Бог дал вам это задание заповедь. Трудитесь как следует. Поститься не только в пищу. Аминь. Но не забудьте, Христос залкал прям плоти. Поэтому… Вот тут мы ему дали маху. Дело в том, что в пост вот сатана более искушает. Вот я вспомнил пророк Исаия, 58 главу. Здесь он очень хорошо описывает. Я немножко прочитаю. Давай, давай. Это с третьего стиха. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не замечаешь? Кабулевич задает вопрос Богу. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете чашки трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? Я с большой буквы, Господь говорит. День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправдой, Развяжи узы ерма И угнетенных отпусти на свободу И расторгни всякое ермо Раздели сголовным хлеб твой И скитающихся бедных веди в дом Когда увидишь нагово, одень его И от единокровного твоего не укрывайся Тогда откроется, как заря, свет твой Исцеление твое скоро возрастет И правда твое пойдет перед тобой И слава Господне будет сопровождать тебя Тогда ты его воззовешь, и Господь услышит Возопьешь, и Он скажет Вот я Я вспомнил случай Брат один приводил с Урала Он говорит Я, говорит, когда постился в начале первых годов поста Когда стал православным, говорит И на работе А он был небольшой начальник И говорит Все, говорит, вот только я начинаю поститься И сразу все рабочие говорят Ну все, говорит, Володя пост, говорит, начался Злой, говорит, такой ходит Раздраженный, говорит, ну все Я, говорит, когда пророк, говорит, Исаия 58-го главу начал читать Меня так, говорит, это обличило Я понял, какой у меня пост-то Я, говорит, хожу, там недоволен чем-то Не так гайку закрутили Не то сделали И так далее То есть Слово Божие обличило потом Еще место описание Прочем Вторая Петра 2.19 А, это нет, не так Лука 4.2 Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего Не ел в эти дни, а по прошествию их напоследок взалкал Какое предостережение для нас в этом Вопрос задан Какое предостережение Что этим Господь желает нам сказать Говорите Ну, чтобы мы умеренно соблюдали этот пост Сорок дней нам не вынести, чтобы не есть и не пить Чтобы не искусился-то на нас Мы должны вот, ну, хотя бы в день раз-два поесть Водички попить Или еще что-то, чтобы не было такого страшного искушения То есть равномерно Разумно Разумно во всем поступать Поступать, да Такое, и святые отцы, как говорят То же самое Есть, пить в этот день Но И соблюдая, вот что прочитал Исаия Володя Все это соблюдать Только не только в пище поститься Ну, и на деле Борьба должна, работа должна с душой быть Постоянно От каждого греха Не послушали, не покорно Старались Тут еще вопросы задаются Ну, кто Ты готов что-то ответить? Нет На этот вопрос? Нет Не готов? Нет Как Господь Глядит Какое предостережение для нас в этом? То есть вот Вот Пощение Господа Вот в этих В испытаниях Какое предостережение для нас? Ну Сестра Точно подметила Это как раз относится К послушанию Кто может 40 дней выдержать? Написано Как Илья и Моисей То есть два святых мужа Мужа Церковь постановила Так как люди не выносят Такого пощения То определила Такой Великий пост Первые Первая неделя Проходит В очень Очень стесненных для человека Для еды Условий Несколько дней Вообще Первых До трех дней Вообще Считается Можно Вообще Не есть Не пить ничего Даже без Обращения К батюшке Но больше трех дней Если ты Желаешь Паститься Не есть И не пить ничего То нужно Послушание Прийти к Отцу Своему духовному И попросить у Нем Благословения Вот Предостережения Какие от Господа Для чего? Чтобы не искусил вас дьявол Чтобы вы не отдались В рабы греху Потому что тут Можно быть И тщеславие Там И другие грехи Они не относятся Допустим К плотским утехам Никак Но они относятся К другому К удовольствию Души надменной И так далее Да Поэтому Если Послушание Если ты видишь Эти силы в себе Батюшка тоже заметит Ты ему Он уже объяснишь Что тебе требуется Это Что тебе надо А ведь мы знаем Что бесы Дьявол Изгоняется Отгоняется Постом и молитвой То есть побеждается Молитву и постом Про молитву Пока не говорим Тут идет О посте Речь И о молитве Надо тоже говорить Но это потом Сейчас пока речь О посте Вот какой может быть пост Вот у нас У православных пост Очень разнообразный Господь так делает Интересно Вот сейчас у нас 23 февраля Начинается Великий пост То есть очень Очень раннее Пасха будет Одна из самых ранних На моей жизни Вот сколько я верующий Самая раннее На апреле Да Одна из самых ранних И Значит Как получается То есть Вот мы уже начали Говорить Какой первый пост Пост Ничего не есть И не пить Как Господь наш Когда взял Но он 40 дней Иначе Как Моисей и Илья Тоже 40 дней А у нас идет Дальше Послабление И вообще Для самых слабых Написано С первого дня Сухоядение Вот теперь Начинаем следующее Первое Не есть не пить Второе Сухоядение Что такое Сухоядение Ничего вареного Не есть Вот хлеб Ну там Хлеб Что там есть И вода Все Сухари Или там хлеб Еще там Ну ничего вареного Вот это вот ешь Там Ну фрукты Я так понимаю Что это То что Какие-то овощи Погрызть Можно там Морковку Свеклу Наверное Что там Репу какую-нибудь Вот так вот Питаешься Все До Питается До четверга А в четверг Разрешено Уже Пища горячая В пятницу Опять Значит Опять Сухоядение И в субботу И в воскресенье Растительное масло Вот это Великий пост Великим постом Еще разрешается Два раза Или один Как выпадет Совмещение праздников Рыба Разрешена Рыба Это тоже Относится к посту Это тоже пост Вот Великий пост Один раз Сейчас был Вот у нас Филиппов пост Понедельник Вторник Четверг До 19 декабря С 27 ноября Можно Есть Есть рыбу Вкушать А среда Пятница Идет Это Растительное масло Ну когда По календарю И нету Но Однако Рыба Разрешена До 19 С 19 Рыбы Практически Уже нету Если какой-нибудь Праздник Не попадет Там еще Но За неделю До Рождества Начиная с 31 Числа Уже Рыбы Не разрешается Вообще Никакие праздники Даже Там только Растительное масло Иногда А так Все идет И без Растительного масла Это Такое Но это Как бы Слабые Такие Будем говорить Посты Вот Успенский Пост Тоже Понятный Успение Это С 14 Августа По 28 Две Недели Значит С понедельника По Пятницу Пять дней В неделю Сухоядине Или там Даже не сухоядине Наверное Ну В общем Без Растительного масла Пища Суббота В воскресенье Растительное масло И так Две недели До Праздника Успения Престаи Богородицы И Петров Пост Очень сложный Пост Это надо Смотреть В календарь Потому что Он меняется В этом году Будет он За 30 дней Наверное Дней 35 Будет у нас Или даже 39 То есть Будет такой же Практически Как и Филиппов пост Пост Будет такой Большой И в нем Можно есть рыбу По неделе И в субботу В воскресенье Всегда можно есть рыбу Да Ну а так Растительное масло Там когда Ну среда Пятница Растительное масло Не ест Нет Ну я вам Нет Я хочу сказать Я вам рассказываю Как это у нас Православие сделано В других там местах Допустим У протестантов Они сейчас бы послушали Сказали Хватит пост Не пост Сколько там получается Дней Вот получается У нас Я считал один раз До 210 дней Постов От От 180 До 210 Дней Вот такой У нас Разброс Вот этот Год у нас Будет 2015 По полной Программе Постов Хорошее Количество За 200 Дней Постов Будет Я наверное Не увидела Но я вот Так посмотрю Вот Кости Кожа уже Остается А Бог Господь Бог готовит Готовит Да Не накопили Вы ничего Не накопили Надо накапливать Жиры Как медведь Да Под кожей Простите конечно Я Это Шутка неправильная Надо быть Умеренным Во всем И в питании Как Господь нам показал И даже Когда Сатана пришел И сказал Ну сделай из камней Сих хлебы Он сказал Не хлебом Единым Будет жить человек Но Всяким словом Исходящим из уст Божий И написано Надо было Надо всего было Один хлеб Чтоб насытиться И Господь понял Это испытание А так Что плохого Это Сатана сказал Тоненько Тоненько Подлез По змею Ну так По скорпионе Видишь У меня Жало сзади А у него Так скручивается Хоп И впереди Уже становится Скорпион хитрый Коварный Даже не змея У змеи Жало впереди А тот Сзади Волочет Не бойся Да Подлижет И вводит Эту инъекцию Свои яда Так же точно И Сатана Вел Подождал Пока Господь Взалкал Как Господь Этим показал Что он взалкал Господь наш Иисус Христос Господь Бог наш Он взалкал Он показал Сатане И Сатана увидел Что он хочет И есть По-человечески Плод не выносило Уже Поэтому Ну вот такие Послабления Уж простите нас Там баптисты говорят Да у вас там просто Это пища Но еще ни один Баптист пока Не постился Так как православный Иначе он бы уже Был православным Почему Потому что Пост и молитва Написано Пост и молитва Ведь ты в этом посте Когда все Целая церковь Постится Ты можешь показать На что способен Я еще могу добавить У меня два стиха Писания еще Про искушение Это 1 Тимофея 6.9 Как человек Впадает в искушение А желающий Обогащаться Впадает В искушение И в сеть И во многие Безрассудные Вредные Похоти Которые Погружают Людей В бедствие И пагубу То есть Обогащение Чем-либо Там Деньгами Или какими-то Жилищами И в сетьми И в сетьми И в сетьми свой крест, да. Почему? И Господь говорит, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть свой крест. Бери. Ну вот дальше прочитаем. Мы на этом закончим, наверное. Матфея 4 глава, 4 стих. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Толкование. Это свидетельство заимствовано из Ветхого Завета. Именно так говорит Моисей. И евреи питались манную не как обыкновенным хлебом, так как она по слову Господню удовлетворяла всякой нужде их и заменяла все, чего бы кто не захотел есть. Рыбы ли хотел иудей? Яйца? Яйца ли? Сыра ли? Молока ли? Мясо ли? Манна удовлетворяла всякое требование вкуса его. Ну и здесь комментарии Игнатия Ивановича Лапкина вставлены. Прочитаем, да? Ну давай, прочитаем. Ага, и все. Всяким словом, священное писание от бытия до откровения так должны понимать новозаветные люди. Что под словом, всяким словом. Библия — это животворящий источник жизни, вдохновение, спасение. Это ответ на все наши вопросы по вкусу каждого человека, любого состояния, возраста, эпохи. Ну, например, кто-то историк, ему история привлекает, через слово Божие Господь привлек. Там кто-то другую профессию имеет. Ну вот, как бы, вот такого. На каждом богослужении священник обязан выходить с Библии в руках перед народом. Иначе, по слову Божию, и толкование святых отцов, его нужно называть не учитель, а губитель. Иоанн Златуус говорит, что если ты был в церкви и ничему не научился, то есть, если не было живой вдохновенной проповеди о Спасителе, ты напрасно ходил в церковь. И когда придешь из храма, то не спеши сесть за стол, но сначала напитай домашних тем, чем накормил тебя пастырь в Доме Божием. Перескажи им его проповедь. Всяким словом. Это значит 77 книг полной Библии. Это 1526 страниц. Это 96 часов спокойного, медленного чтения. Если человек приобретает специальность за 5 лет, то чтобы стать христианином, оправдать полученное в крещении звание, нам не хватит и тысячи жизней. Книга Иисуса Новина, 1 глава 8 стих. Да не отходит себе книга закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Мудрые кулинары могут приготовить изысканные яства для самых знатных людей. Духовную пищу приготовляет, стоя на коленях перед автором Библии, прося у него откровения, умение разрешить таинственный смысл Божественного Писания. Не только пастыри, но и все живущие на земле поддерживают жизнь в себе разнообразным питанием, витаминами, тем более бессмертная душа нуждается в разнообразной пище. Она должна знать, как поступить в любой ситуации и как защитить истинную веру. Какое горе ждет того, кто не может защитить истинность веры Христовой и этим приносит вред всей Церкви, как говорит Афанасий Великий, патриарх Александрийский. Приготовлять пищу, пусть даже самую простую, должен уметь каждый. Каждый христианин, чтобы сохранить свою жизнь, должен знать Священное Писание все, а не выборочно. Через Слово Божие мы познаем волю Творца. И Иоанн Златовус говорит, если ты не читаешь Библию, ты не знаешь волю Создателя, а не зная Его законы, ты по неволе нарушаешь их, а нарушая заповеди Божии, ты погибаешь. И это все от того, что ты не читаешь Священное Писание. Аминь. Аминь. Так, ну я предлагаю продолжить наше песнопение в конце. Брат, возьмем. Ой, Господи. Сейчас, сейчас. Мы сейчас поем песнопение. Оно очень хорошее. Как бы обо всем говорится, о Христе, о церкви. Называется оно «Ангелы в небе». Подпевайте. «Ангелы в небе Господа славят, Славу достойную Богу поют, Богу поют, Богу поют, Вечная слава, Вечная слава, Слава Христу! Слава Христу! О convoyero Христа! Слава Христу! Их ей例 Христа! Спасителю славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Здесь на земле людей церковь томится, в небо стремится, дух жениху лечет. О, гляди Господи, видишь, невеста ждет, тебе единому славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу! Чудный прославленный, царственный Божий Сын, дивный Христос, Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет. И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет, вечная слава. Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Слава Христу, Господу, в небе нас ждет. Достойная святка на истину, блажит Тетя Богородицу, Христ на блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин. Без искрения Богослова рощую, сущую Богородицу Тебе лечаю. Благодарим Тебя, Господи, за великое милость, о которой Тебе оказываешь нам грешно и достойно, Роман. Благодарим Тебя, Господи, за слово, которое Ты оставил нам через этот чудесный еврейский народ. Благодарим Тебя, Господи, что Ты принимаешь такие дивные решения, совсем без всякого совета сам, мудростью своей, премудростью своей. Благодарим Тебя, Господи, что законы Твои отстоят от законов человеческих, как небо от земли. Слава Тебя, Господь, что Ты самая премудрость, самое добро, что у Тебя нет ни тени зла. Благодарим Тебя, Господи, за это, что все милосердие только у Тебя. Даруй, Господи, нам всегда побеждать это зло, этого сатану, и всегда быть устойчивым, всегда быть твердым и верным Тебе. Даруй, Господи, нам быть бодрственными, не спать, трудиться, молиться, поститься для Тебя, Господи Творца, чтобы другие люди через наши эти усилия могли восхищены быть к Царству Небесному. Все же, Господи, в Тебе, ибо не тот, кто поливает и насаждает, а произвращающий все. Достоин хвалы. Слава Тебе, Отец, и Дух Сытой. Аминь. Аминь.